Всем привет! Вы на канале X-BRO. Сегодня я занимаюсь тем, что делаю из двух старых редукторов мотоцикла Урал-1. Тот, кто смотрел мое предыдущее видео, тот знает, что редуктор Урала провернуло за 17 километров от дома, далеко в лесах, я шел пешком. И вот сегодня я занимаюсь ремонтом. Редуктор Урала настолько прост и надежен, что я просто диву даюсь, как он мог сломаться. Но об этом я рассказывал в предыдущем видео. А сейчас я меняю обойму игольчатого подшипника, ну и все остальное в видео. Все, обойма посажена. Следующей операцией будет установка воротникового сальника. В редукторе есть каналы, по которым циркулирует масло. И важно правильно все установить. Но для этого на сальнике есть отверстие, и все должно совпадать. Сальник новый, посмотрим, побежит он или нет. На кольце, закрывающем сальник, есть вот такая отливка. Естественно, что эта отливка должна совпадать с нужным отверстием. После установки сальника, пружинкой, сжимающей его горловину вниз, туда, аккуратно, аккуратно затягиваем по кругу все болты. Крест-накрест. А теперь мне предстоит собрать игольчатый подшипник, который будет входить в ту самую обоину, которую я только что запрессовывал. Дело это довольно-таки простое и несложное, если использовать смазку Литол-24, на которую эти подшипники буквально приклеиваются. Подшипник собран и готов к установке. При установке подшипников, при запрессовке обоим, я всегда разогреваю алюминиевые картера электрическим феном. Феном строительным. Ну, а между тем, пришло время устанавливать прокладку на крышку редуктора. Можно было и не обрабатывать ее герметиком, но лучше перестраховаться. И я намазал ее обыкновенным прокладочным герметиком. Следующий этап это аккуратная установка крышки редуктора вместе с расположенной на ней шестеренкой и только что собранным игольчатым подшипником. Моя задача не порвать воротниковый сальник и не растерять иголки подшипника. При установке крышки важно не забыть о месте расположения заливной пробки для масла. Аккуратными движениями ставим крышку на место, переворачиваем редуктор и проверяем, не выворачивает ли, не рвет ли сальник. Если слегка выворачивает, подправляем тупой отверткой и он встает на место. Стучать по крышке редуктора молотком, если она вдруг не пошла, не следует. Достаточно просто повертеть карданом для того, чтобы зубья шестерен вошли в зацепление и крышка осела от нажатия руки. Видите, села плотно. Как ни крути, нужно проверить все части этого редуктора, включая входную часть туда, куда входит вот эта шестеренка с очленением с карданом. А там находится игольчатый подшипник, который я сейчас тоже заменю, но прежде точно так же соберу его на Литол-24. Старый подшипник я убираю потому, что он сидит в своем гнезде, в посадочном месте, без натяжения, а это плохо. А вот из другого редуктора подшипник заходит с хорошим натягом. Для этого крышку плотно не закручиваем, потому что шестеренка опустится и не даст нам вытащить подшипник. Надо обеспечить зазор между крышкой и редуктором, чтобы шестерня отошла в сторонку. Подшипник собран. Прогреваем посадочное место, чтобы не стучать молотком и не откалывать осколки. И легкими ударами запрессовываем его на место. Вставляем шестерню ведущую и закручиваем гайку, крепящую ее подшипник. Закручивать нужно туго, крепко, чтобы не открутились, как у меня в лесу. После чего можно приступать к затягиванию гаек крышки редуктора. Однако, это еще не все. Нужно почистить, помыть карданчик, смазать его и все крепко-накрепко затянуть. И крышку пыльника кардана, и гайку во входной части редуктора. Правда, это делается спецключом, но у меня его, естественно, нет. Поэтому, используя ударную отвертку или, опять же, не острое зубило, можно, нанося легкие удары вот в эти части этой гайки. Они специально для этого предназначены. Сюда откручивается, в обратную сторону закручивается. Гайку затянуть. Я выполнил эту операцию с использованием ударной отвертки. Все затянулось отлично. Ну, а теперь замажем крестовинку ритолом 24 и оденем сверху пыльник. Также крепко-накрепко его затянув. Итак, братцы-оппозитчики. Редуктор собран. Установлены даже тормозные колодки. Все хорошо. Только не залито масло и не вкручена одна шпилька. Ну, она тут есть. При установке поставлю. Времени на то, чтобы перебрать редуктор и сделать из двух старых один, с учетом того, что пришлось собирать игольчатые подшипники, выбивать обоймы, что этого подшипника, что вот этого игольчатого. Видите, он тоже отсутствует. менять воротниковый сальник. В общем, времени ушло значительно меньше, нежели я потратил на переход 17-километровый из леса с места поломки и трехчасовую эвакуацию на Ниве. Что я хочу сказать. Необходимо быть более внимательным к своему мотоциклу, чтобы он вам не подкидывал таких сюрпризов и исправно и долго катал вас по полям и весям. Ну что ж, завтра я с утра поставлю редуктор на Урал и мы снова будем с ним в строю. А пока всем пока. Подписывайтесь, пишите комментарии. До новых встреч.